Пару слов. Я хотел поблагодарить всех участников, кто подготовил доклады на наш ПИМОН в этом году, всех участников, кто приходил в качестве слушателей, кто задавал вопросы. Для нас всех это был очень необычный опыт. Организация такого онлайн-семинара многодневного, фактически в режиме марафона. Мы каждый день чего-то с вами интересного слушали. Спасибо большое за то, что поддерживали нас. Спасибо за то, что приходили, слушали, задавали вопросы. Нам все это очень важно, нам это интересно, как реагирует публика. Нам, конечно, хочется, чтобы наше мероприятие было востребованным. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи, пожелания, как этот формат мероприятия можно улучшить, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь к Илье или ко мне. Мы обязательно выслушаем и подумаем, как ваши рекомендации можно применить. Для себя, наверное, отмечу, что из такого между собой, когда фактически все друг друга очень хорошо знают, и докладчики, и слушатели, мы постепенно переходим в формат, когда возникает барьер между слушателями и докладчиками, потому что далеко не все друг друга знают. Но мы, тем не менее, стараемся не терять атмосферу уютного чатика, и чувство локтя, и вот такого закрытого клуба, что ли. Нам бы хотелось, конечно, чтобы вы все примерно были на одной волне, и уют сохранить и дальше, не растерять его. В этом смысле, конечно, то, что мы ушли полностью в онлайн в этом году, немножко нам помешало, потому что чувствуется, что живое общение, конечно, на порядок меняет характер мероприятия, чем вещание в онлайне, тем более которое растянуто на много дней. Мы постараемся вернуться в офтан, как только у нас такая возможность появится. Я надеюсь, что в будущем году все будет уже более традиционно. Но, тем не менее, возможно, в будущем году мы попробуем взять из обоих миров лучше. То есть у нас будет, может быть, и оффлайн, и онлайн часть. Но мы подумаем над этим. В любом случае, ваша обратная связь для нас чрезвычайно важна. Помогите нам сделать наш PIMON еще круче, еще интереснее. Отдельные слова благодарности хотел сказать, конечно, Ильюхе Кузнецову, потому что тот огромный пласт работ по организации, по координации, по, собственно, ведению всего этого мероприятия. Это просто огромный-огромный труд. И если бы не он, конечно, не случилось бы PIMON 2020. Поэтому я из своего сердца благодарю Ильюху за это активнейшее желание провести мероприятие, сделать его крутым. Спасибо большое. У меня, наверное, на этом все. Ильюха. Да, спасибо за теплые слова, Ринат. Мой экран видно сейчас, да? Да. Коллеги, вот, пожалуйста, пройдите. Краткий очень опрос. Он вообще сделан для нас с Ринатом, в первую очередь, чтобы мы поняли, как вообще с вашей точки зрения все прошло. Вначале тут идет список всех докладов и ссылки на YouTube, ссылка на GitHub, где все материалы лежат. Ну и вопросы. Какие доклады понравились, чего не хватало, были ли проблемы с Zoom, оправдались ли ожидания, ваши комментарии и пожелания к следующему PIMON-у, и куда высылать вам бумажную наклейку. Как помнят те, кто приходил в прошлом году, мы раздаем наклейку участникам, слушателям, и в этом году мы подумали, что неплохо бы поощрить докладчиков 2019 и 2020 года, и эти докладчики получат еще и дополнительные наклейки. Поэтому в опроснике в этом пишите именно все, что вам кажется ценным, чтобы мы подумали, как с этим в следующем году поступить. Ну и наклейки мы по городам отсортируем, чтобы не каждому письмо, может быть, отправлять, а на город одно, и там вам придется встретиться с коллегами и получить или раздать эти наклейки. Но мы помним об этой традиции, как вы видите, и в этом году тоже логотип нарисован и обновлен, и наклейки тоже будут. Мне неожиданно показалось, что в этом году мы целых 7 дней общались. Я поначалу думал, что мы в 5 уложимся, и каждый день у нас уходило часа по 3. Так что я думаю, что вам даже слушать-то это все было тяжело. И, возможно, этот такой формат хоть и подробный, но тяжеловесный. С другой стороны, у нас много докладов было и много времени записано, но YouTube выложено. Возможно, многие просто пересмотрят или посмотрят в записи. Все это понятно, потому что 20 с лишним часов рабочего времени тратить на это все мероприятие, это да, это не у всех есть такая проектная возможность. В общем, мы были очень рады организовать и рады, что вы пришли. Надеюсь, увидимся в следующем году тем же и большим составом. Так что все очень классно. Опросник вам уйдет, наклейки отправятся. Ждем вас снова в следующем году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!